Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моём канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. 2024 год стал годом великих открытий в астрономии. Конференции, научные статьи и интернет-форумы взорвались новыми данными о внеземных объектах астрономы всего мира пришли в восторг, когда был обнаружен новый тип небесного тела – квазилуна. Но это не просто интересное открытие. Это открывает целый новый мир возможностей и вопросов о нашем космосе и орбите Земли. В начале 2024 года астрономы объявили о присоединении новой мини-луны к орбите Земли. Это небольшое небесное тело находилось в непосредственной близости от планеты в течение двух месяцев. Несмотря на свой скромный размер, новая Луна привлекла внимание ученых своей необычной траекторией и динамическим поведением. Однако квазилуны, такие как только что обнаруженные, не являются полноценными спутниками, как наша Луна. Вместо этого они действуют почти как спутники, сопровождая Землю по ее орбите в течение десятилетий, а иногда и сотен лет. Правила космоса полны загадок и невероятных динамических процессов квазилуны, как правило, вращаются вокруг Солнца в том же направлении и почти по той же орбите, что и Земля. Однако их уникальные траектории и взаимодействие с другими космическими объектами позволяют им сохранять стабильное положение вокруг Земли. Это приводит к интересному вопросу, как именно квазилуны достигают этого баланса. К сожалению, большинство мелких астероидов не могут сохранять стабильное положение из-за влияния других объектов в космосе. Уникальные условия, в которых находятся квазилуны, делают их особенно интересными для астрономов. Квазилуны можно отнести к группе орбитальных объектов, называемых спутниками-корбиталами. Это временные гости, которые могут находиться вблизи Земли от десятков до сотен лет. Их внезапное и кратковременное появление подчеркивает хаос и динамику космоса. Большинство из этих объектов невероятно малы и тусклы, что делает их трудными для обнаружения без помощи мощных телескопов. Однако их изучение предоставляет ценную информацию о том, когда же маленькие тела могут поддерживать свою орбитальную стабильность. Эти квазилуны могут стать важными перевалочными базами для будущих космических исследований и колонизации. Одним из наиболее известных постоянных спутников Земли является объект 2016. АК-300, имеющий диаметр около 300 футов. Этот объект, как прогнозируется, будет сопровождать Землю в течение многих веков. Его существование подтверждает важность и разнообразие орбитальных объектов, которые находятся на грани нашего восприятия. Но одним из самых интригующих открытий стал объект 2025, ПН-7, который находится рядом с Землей уже более 60 лет. Его размеры являются крайне маленькими, около 62 футов в диаметре, и его происхождение остается загадкой. Этот квазилуна демонстрирует, как даже незначительные объекты могут иметь продолжительное влияние в космосе. Исследования показывают, что некоторые квазилуны могут быть осколками Луны, оторванными во время космических столкновений. Примером может служить объект Кэмалоа, который отражает свет, как лунные камни. Это открытие ставит еще больше вопросов о происхождении нашей Луны и о том, как такие осколки могут продолжать существовать в течение долгого времени. Также квазилуны могут быть случайными астероидами, увлеченными в стабильную орбиту. Понимание этих процессов открывает новые горизонты в астрономии, и планетологии квазилуны находятся в уникальном резонансе один к одному, что означает, что их орбита точно совпадает с движением Земли вокруг Солнца. Это особое состояние позволяет им оставаться на стабильной позиции в течение длины времени и предсказывать их поведение в будущем квазилуны также находятся далеко за пределами гравитационной сферы Земли. Это создает уникальные условия, в которых они могут существовать и развиваться гелиосфера. Это зона, в которой гравитация Земли сильнее, чем у Солнца. Это означает, что объекты внутри этой зоны могут влиять друг на друга, но все еще остаются подвержены солнечным влиянием. Объект 2024. ПТ-5, который стал мини-луной на два месяца, также входит в поле гравитационного воздействия Земли и может стать объектом дальнейших научных исследований. Лошадиные подковы представляют собой объекты, движущиеся в форме подковы, которые опережают или отстают от Земли. В то же время троянцы находятся в точках Лагранжа, где гравитационные силы Земли и Солнца идеально сбалансированы, эти объекты имеют огромное значение для изучения устойчивости и динамики космических объектов. Тедпуловые объекты колеблются вокруг точек Лагранжа в ленивых овальных движениях, почти как космические кометы. Скачущие троянцы же постоянно перемещаются между позициями впереди и позади Земли, открывая дополнительный уровень динамики, и сложности орбитального движения. У Земли есть целая команда космических спутников и объектов, которые следуют за ней или кружат вокруг нее. Некоторые из них известны и изучены другие. Загадки космоса. Каждое новое открытие добавляет каплю к общему океану астрономических знаний и углубляет наше понимание Вселенной. Луна не просто спутник, она влияет на океанские приливы и отливы, замедляет вращение Земли и помогает сохранять стабильный наклон планеты. Без Луны наши дни были бы короче, а смена сезона в Био-Удесси более хаотичной. Она выполняет роль защитного щита, поглощая метеориты и космические камни, что делает жизнь на Земле более безопасной. Квазилуны, хотя и не имеют такой символической роли, как Луна, и являются важными объектами исследований. Каждое новое открытие квазилун помогает ученым понять, как такие небольшие космические тела могут выживать и существовать в безбрежном пространстве. И изучение этих объектов, расширяет горизонты астрономии и помогает нам лучше понимать не только космос, но и самих себя. Современные астрономические наблюдения стали возможны благодаря высокотехнологичному оборудованию телескопы, такие как космический телескоп имени Хаббла и новые проекты, такие как телескоп Джеймса Уэбба, предоставляют нам не только информацию о дальних экзопланетах, но также и о близких к Земле космических объектах, таких как квазилуны. Наблюдая за их светом и движением, ученые смогли детально изучить их свойства и физику. Обнаружение квазилун не получалось бы без использования передовых алгоритмов обработки данных, способных обрабатывать огромные массивы информации. Эти алгоритмы позволяют астрономам на более ранних этапах отсеивать возможные кандидаты на объекты, добавляя уровень автоматизации в астрономические исследования. Сложные системы спутников, такие как система ГПС, также несут свой вклад в астрономические наблюдения. Они обеспечивают точное геолокационное позиционирование, что необходимо для детального картографирования квазилунокомандной миссии, такие как исследования космических аппаратов Пионер и Вояджер, помогают в сборе данных о космических телах, позволяя исследовать близкие к Земле объекты. Это позволяет не только отслеживать орбитальные движения квазилун, но и планировать возможные будущие миссии для сбора образцов или изучения их происхождения. Исследования квазилун также порождают новые теории по поводу гравитации и орбитальной стабильности. Ученые проводят математические модели, чтобы понять, как небольшие тела могут оставаться на стабильных орбитах и не сталкиваться с Землей или другими объектами. Понимание этих процессов может помочь лучше разобраться в процессе формирования планет и их Луны. Квазилуны могут менять свою траекторию из-за влияния других объектов или космических изменений. Расчеты показывают, что некоторые из них могут со временем стать как полноценными спутниками, так и быть выброшены в глубокий космос. Это поднимает интересные вопросы о том, как жизнь на Земле может быть затронута изменениями в этих маленьких, но значительных объектах. Хотя квазилуны не обладают такой же культурной значимостью, как наша Луна, их изучение открывает новые горизонты в понимании планетарной истории. Они становятся частью научных дискуссий, художественных изображений и даже фильмов, связанных с космосом. Книги и фильмы о космосе стараются творчески... Киев. И передать наше представление о Вселенной и ее тайнах. Некоторые произведения искусства изображают квазилуны как новых хранителей тайн космоса, не так хорошо известных, как популярная Луна. Сравнение квазилун с другими планетарными спутниками может дать нам новые результаты о процессе формирования планет и их окружения. Исследования показывают, что даже малые небесные тела могут выполнять ключевую роль в экосистеме нашей Солнечной системы. Квазилуны становятся важным элементом изучения истории и динамики нашей планеты. С расширением знаний о квазилунах возникает вопрос об ответственности человечества по отношению к этим небесным телам. Некоторые ученые поднимают вопрос о сохранении и защите вероятных квазимуниципальных объектов от потенциального загрязнения, как это происходит на других планетах. Эти дебаты могут привести к формированию этических норм и стандартов для будущих космических исследований. Важность квазилун поднимает и вопрос о спасении Земли от астероидов и других объектов, угрожающих ее безопасности. Изучение таких объектов может дать нам подсказки о направлении их движения и возможных путях предотвращения дальнейших катастрофических столкновений квазилуны становится существенным элементом в планировании новых космических миссий. НАСА и другие космические агентства активно обсуждают возможность отправки автоматических станций к этим объектам. Целью таких миссий будет изучение их состава и истории, чтобы в дальнейшем использовать их для колонизации дальних планет. С развитием технологий и увеличением интереса со стороны частного сектора космических исследований намечается рост частных космических компаний, которые могут начать свои собственные исследования квазилун. Это открывает новые горизонты для научных исследований, технологических прорывов и потенциальных коммерческих возможностей в будущем. Объекты, которые когда-то казались лишь пылью во Вселенной, начали открывать пред нами свои тайны квазилуны становятся не только математическими уравнениями, но и реальными объектами, которые мы можем исследовать, изучать и понимать. Каждое их открытие добавляет новые оттенки в картину нашего понимания о Вселенной. С открытием новых квазилун астрономы вновь показывают, что даже самые малые объекты могут иметь большой сценарий для планетарной истории. Исследование космоса продолжается, и новые открытия будут вдохновлять новые поколения исследователей на поиск ответов на самые глубокие вопросы о нашем месте в бескрайних просторах Вселенной. Субтитры создавал DimaTorzok